Всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале и с вами Витарган 177. Сегодня у нас с вами на обзоре мод автомобиля Half-Track портотип. Автор данного мода Смэк Дэдди. И у нас здесь анимированные гусли. Для тех, кто не знает, что такое гусли, это гусеницы. Ну, что я могу сказать? Данный мод создан, наверное, по большему счету для демонстрации вот этих гуслей, нежели всего остального. Потому что, в принципе, сам автомобиль достаточно некачественно выполнен. Но посмотреть на работоспособности гусениц, я думаю, у нас получится. И, я думаю, найдутся те, кто уже смогут довести эти гусеницы до адекватного состояния. Так-то, в принципе, мод с большим потенциалом, но требует конкретной доработки. Хотя бы взгляните на фары. Вот тут они у нас расположены. Звук двигателя у нас от КРАЗа. Клаксон от легковушки. Колеса передние действительно зачетно смотрятся. Сами гусли. Ну, не могу сказать, что они смотрятся зачетно. Но все равно, из-за новшества, они смотрятся интересно. Здесь вообще что-то непонятно с колесами. Какие-то овальные. Какие-то круглые. Какие-то вовсе недоделанные. Но идея, сама идея, очень хороша собой. Давайте, наверное, прокатимся. Ну, ладно, давайте, нет. Продемонстрирую сначала аддоны. Аддоны здесь, по большему счету, не то, что аддоны. Аддоны здесь отсутствуют. Хотя они здесь вроде как и прописаны. Все встают, они безумно корявые, естественно. Данный автомобиль вообще не рассчитан для аддонов дефолтных. Да, можно отвезти гаражные части. Почему бы и нет? Ну, смотрится это, конечно, несколько вот не так уж, как хотелось бы. Но повторюсь, ребят, данный мод, он все-таки по большему счету демонстрирует нам вот такой вот пожаробезопасный выхлоп. Нет, он не пожаробезопасный выхлоп демонстрирует. Демонстрирует нам работоспособность гусениц. Ну, в таком случае давайте мы проигнорируем все, что мы сейчас с вами увидели и посмотрим на то, как у нас вращаются гусеницы. Вау, интересно. Мне интересно, как они на кочку себя вести будут. Ну, такое чувство, знаете, как будто туда засунуто. Ага, вон оно в чем дело, ребят. Вот это все, это не гусеницы, это колеса. Это все колеса. Я думал, действительно мы увидим здесь с вами гусеницы. Нет, это не гусеницы. Это все колеса. Да, может быть идея, конечно, и неплохая, вот так вот сделать гусеницы. Но по факту это друг на друга наложенные колеса. И, по сути, наверное, мы этими колесами ни во что и врезаться даже, наверное, не сможем, судя по всему. Где там, в каком я вид-то сделан? Вот дерево, к примеру, да? А, нет, врезаются. Врезаются. Ну, это уже хорошо. Ну, а это не гусли, блин. Я, честно говоря, немного расстроен, если честно. А на скриншоте... А на скриншоте-то и не скажешь, что это... колеса. Ну, вот такая вот она у нас повышенная. Не очень-то и повышенная. Как-то он не ахти едет. Да, задумка, конечно, безусловно, неплохая. Но, наверное, придется нам все-таки ждать официальных гусениц. Которые, вроде как, должны скоро выйти. О, из грязи вылез и полетел. По идее-то, на гусеницах мог бы и летать уже и в грязи. Но нет. Да, модель безумно сырая. Честно говоря, я думал, что это действительно будут реальные гусеницы. Но нет. Это у нас все колеса. Интересно, а загрузить его чем-то можно? Наверное, короткие бревна на него встанут. Хотя, вряд ли. Да, ничего не встает. Мы же не поставили с вами платформу бортовую. По большему счету, это обычный внедорожник на колесах. Просто этих колес здесь очень много. Давайте я посчитаю, сколько здесь колес. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не то шесть, что ли. Плюс еще переднее. Данный мод я уже видел на скриншотах достаточно давно. Тогда он еще считался, этот мод, в разработке. Ну, сейчас тоже, можно сказать, он еще в разработке. Потому что уж очень он сырой. Настолько сырой, что с него прям уж льется. Не знаю, есть ли смысл развивать вот это вот, такие вот, такого плана гусеницы, которые по факту не являются таковыми, а просто-напросто это наложенные друг на друга колеса. Возможно, что на этом все и встанет. Хотя, вполне возможно, что идея эта пойдет дальше, пока не выйдут гусеницы адекватные. Хотя, вы знаете, я уже достаточно давно смотрел видео с танком Спинтайрес, у которого были работоспособные гусеницы. Он даже там стрелял, по-моему. Хочу обратить внимание на то, что колеса, по-моему, не пачкаются. Он вообще, по-моему, не пачкается. Давайте еще раз в грязь заедем. Хотя у нас есть там грязь перед выездом на кольцевую. Там мы все это и посмотрим. Так. Нет, у нас колеса пачкаются, а вот кузов, по-моему, нет. Так, мы поехали прокатимся. Посмотрим на то, на что он способен в скорости. Вот, 33 км в час. Ну, проходимость у него хорошая, вы знаете. Проходимость просто офигенная. Давайте на повышенную. Вот, вот эти, вот теперь мы можем посчитать конкретно, сколько колес. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, шесть колес, как я и говорил. И еще, то бишь у нас двенадцать колес сзади и два спереди. Вот, нажав кнопочку состояния, мы можем их посчитать, не ошибившись. Так что, ребята, это не гусеницы. Это колеса. Но идея неплохая, реально неплохая идея. Я все-таки рекомендовал бы медоделам повздоимствовать эту идею. Возможно, они это сделают где-то что-то более грамотно. Потому что все-таки у нас это как бы первый такой экземпляр гусеничный, по большему счету, который, что называется, увидел свет. Можно, конечно, поразвивать данную идею. И, может быть, что-то когда-то толковое выйдет. И, вполне возможно, это произойдет несколько раньше, чем официальная гусеница появится в игре Спинтайрес. Потому что, судя по количеству обновлений, скорее всего, руки наших доблестных мододелов прилепят гусеницы к какому-либо моду гораздо раньше. Ну, на этом я закончил свое видео. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылка на группу будет под видео. Всем пока.